МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Вы смотрите предвыборные дебаты в прямом эфире общественного телевидения Гагаузии. Сегодня дебаты организованы для кандидатов депутата Народного собрания Гагаузии от округа номер 6 города Чадерлунга. Дебаты организованы в соответствии с законом и регламентом Центральной избирательной комиссии Гагаузии в преддверии выборов депутатов Народного собрания автономии, которые пройдут 9 сентября. И сегодня у нас в студии Лейчу Георгий независимый кандидат депутата Народного собрания Гагаузии, Бачу Диана кандидат депутата Народного собрания Гагаузии от ЛДП Молдовы и Терзи Федор кандидат депутата Народного собрания Гагаузии от Социал-демократической партии Молдовы. Добрый вечер! Прежде чем мы перейдем к дебатам, я ознакомлю вас с правилами поведения. Во время дебатов кандидаты на выборах или их представители выражают свободно свое мнение. Во время предвыборных дебатов запрещается призывать к свержению конституционных властей, призывать к публичному насилию и покушению на жизнь личности или на материальные ценности, разглашать государственные тайны, призывать к ненависти или расовой, религиозной, национальной, половой, этнической дискриминации, призывать к войне, межэтнической ненависти или территориальному сепаратизму. И каждый кандидат в предвыборных дебатах получает в соответствии с издательской декларацией общественной кампании Гагузия радиотелевизионной по 10 минут. Первый раунд наших дебатов – это программа действий кандидатов. В течение 1 минуты 30 секунд участники дебатов смогут представить свою программу для избирателей своего округа. Итак, у каждого из вас по 1 минуте 30 секунд на представление своей программы и в соответствии с законом о функционировании языков на территории Гагаузии вы можете обратиться к своим избирателям и представить свою программу на одном из трех официально действующих языков на территории автономии. Первым в результате жребия, который был вытянут конкурентами перед программой, первым право представить свою программу получила Бачу Диана, кандидат депутата Народного собрания Гагузии от Либеральной демократической партии Молдова. Пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые ведущие, кандидаты и жители. Идя на выборы в Народное собрание Гагаузии, понимаю всю ответственность, которая возлагается на меня избирателями города Чедерлунги, это 6-й избирательный округ, и всей Гагаузии в целом. Я представляю сферу образования и не искушена в политических интригах, поэтому не могу позволить себе давать невыполнимые обещания или те обещания, которые не смогу сдержать. У меня нет бизнеса, нет собственных счетов, у меня есть школа, мои ученики, педагоги, родители, бабушки, дедушки, то есть все те простые жители нашего города, Гагаузии и Молдовы. Более ответственность за их судьбу заставляет меня баллотироваться в Народное собрание Гагаузии. Считаю, что сегодня важнейшим в деятельности Народного собрания Гагаузии должно быть законодательно-правовое обеспечение, в первую очередь модернизации системы образования в Гагаузии, принятие программ, обеспечивающих социальную защиту населения, создание условий для конструктивного экономического развития, то есть благоприятные условия для привлечения местных инвестиций, зарубежных инвестиций, также законодательные инициативы по укреплению статуса Гагаузии в составе Республики Молдова, и немаловажно должна быть разработана стратегия развития молодежи на уровне автономии. Ну и главной целью своей деятельности все-таки, я считаю, это помочь отстаивать гражданам свои законные интересы. Вторым право представить свою предвыборную программу получил Терзи Федор, кандидат депутата Народного собрания Гагаузии от Социал-Демократической партии Молдовы, и также я вам предоставляю право обратиться к своим избирателям на одном из трех языков автономии. Добрый вечер, уважаемые друзья! Вы все знаете, 9 сентября пройдут очередные выборы депутата Народного собрания Гагаузии, что подвигло выявиться в очередной раз на парламентских выборах, потому что я был депутатом второго созова и депутатом непризнанной Гагаузской республики. Тогда время было напряжено, надо было достичь того статуса или того положения вещей, чтобы гагаузский народ был признан на международном плане, чтобы имел свою автономию, имел свое право на развитие, свои институты власти и развивался как другие автономии. По прошествии времени можно сказать, что не все у нас получалось в Гагаузии. Центральными органами кое-какие вещи удалось уладить, в том числе в 2003 году 111 статья Конституции Молдовы был введен отдел, касающийся Гагаузии. Но та статья, которая предполагала, что Гагаузия имеет право на внешнее самоопределение, если Молдова будет терять свою независимость, ее не ввели туда. Она осталась в нашем законе, особом правовом статусе. Я считаю, что краеугольным должно быть следующее созыве, народное собрание должно иметь статус органического среди законов Молдовы. И закону должно быть приведено в соответствие. Во-вторых, принять такую законодательную базу, чтобы облегчить жизнь рядовых людей. Мы наблюдаем, что забрали, можно сказать, пособие, компенсацию. Ваше время в этом раунде вышло. Третьим представить свою предвыборную программу получил независимый кандидат депутата Народного собрания Георгий Ильич. И ваше право на одном из трех языков обратиться. Да, я тоже перейду на русский язык, поскольку этот язык наиболее доступен жителям нашего региона. Для меня это трудный шаг был, пойти по другой стезе и оставить свою профессиональную деятельность. Он был вызван тем обстоятельством, что Гагаузия, к сожалению, в последнее время стала малоуправляемой. И подобное управление может привести к краху всему тому, что у нас имелось, и то, что мы могли бы и достичь. Я поставил перед собой ряд задач в тезисном порядке. Они прежде всего выражаются в укреплении статуса Гагаузии, в укреплении ее интересов во всех сферах жизнедеятельности нашей страны. Политической, экономической, социальной и в других сферах. Для этого, полагаю, необходимо принять конкретные меры по прекращению противостояния международным собранием и исполнительной властью, как условие, крайне отрицательно сказывающее в конечном итоге на жизни людей. Полагаю, необходимо, как специалист в области юриспруденции, принять ряд нормативных актов, которые позволят в конечном итоге защитить реально права и интересы большинства наших жителей, которые создадут условия для инвестиций в нашу автономию, и которые в конечном итоге дадут свои плоды, то, о чем мы говорим, улучшение благосостояния людей. Считаю необходимым сократить чиновничий аппарат в регионе. То есть, хочу этим сказать, что у нас имеется достаточно финансовых средств, при рациональном распределении которых мы сможем... В этом раунде вы будете отвечать на мои вопросы, и у каждого у вас на это будет по 4 минуты. И первое, согласно жребию, госпожа Бачу, кандидат от либеральной демократической партии Молдова. Вот одним из статистов вашей предвыборной программы является стратегия развития молодежи. Что конкретно, какая инициатива будет вами внесена, если вам избиратель доверит мандат депутата? Спасибо. Если я буду депутатом Народного собрания, то в той стратегии развития молодежи первой очередной задачей следует поставить вопрос о том, чтобы как можно больше предложить молодежи рабочих мест в первую очередь, иметь возможность активно участвовать в разных сферах жизни. Я больше могу сказать о сфере образования, потому что для меня очень важно привлечь молодежь в сферу образования, что, к сожалению, сейчас является проблемой для нас. Каким образом это можно сделать? Если, например, молодежь, создавая семьи, новые семьи, получает помощь от государства либо в виде льготного кредитования, либо в виде обеспечения жильем, в таком случае мы можем предложить молодежи один из вариантов того, что, ну, конечно, это условие для того, чтобы молодежь могла задержаться. Каким образом Ваша программа будет предусматривать механизм финансирования той инициативы, о которой Вы говорите, в частности, по предоставлению жилья молодым специалистам? По предоставлению жилья молодым специалистам мы знаем, что есть государственные программы строительства социального жилья, и могли бы тут одна категория, например, молодые педагоги, получать жилье за счет этой... То есть, в чем заключается конкретно Ваша инициатива тогда, как депутата Народного собрания, если Вы получите мандат? Как депутат Народного собрания я все-таки считаю, что на территории автономии мы могли бы принять такие законопроекты, которые именно здесь у нас делают возможность больше привлечь молодежь, если мы говорим конкретно в школы привлечь молодежь. Вы сказали, что выйдете с инициативой о предоставлении рабочих мест молодежи. Каким образом Вы будете это делать в отсутствии самих рабочих мест? Ну, для этого надо открыть и рабочие места, и молодежь, которая у нас есть, у нас очень активная, очень конкурентоспособные молодые люди есть, которые в силу того, что нет рабочих мест, вынуждены уезжать в другие страны и работать там. Если мы создадим такие рабочие места и привлечем инвестиции для открытия таких рабочих мест, мы сможем предоставить эти рабочие места молодежи. Каким образом Вы на законодательном уровне будете привлекать инвестиции или содействовать привлечению инвестиций? Ну, опять же, я говорила о том, что это может быть льготное кредитование, это могут быть те налоговые каникулы пятилетние, которые есть у нас в законе и не всегда используются, это может быть особое освобождение от налогов для тех категорий экономических деятелей, которые будут открывать не просто рабочие места, а которые будут открывать новые виды производства, современные, какие-то модернизированные виды производства. И мы знаем, что информационные технологии имеют очень широкий спектр распространения, это может быть связано и с этим, потому что посредством информационных технологий не всегда требуется, скажем, привлечения огромных инвестиций для открытия рабочих мест. Какая инициатива будет Вами внесена в случае, если Вы станете депутатом Народного собрания? Вот в тезис Вашей программы укрепление статуса автономии. На Ваш взгляд, сегодня в чем он ущемлен? Ну, на мой взгляд, если мы говорим о статусе автономии, все-таки та статья в положении, в уложении, которая есть у нас и в органическом законе, о том, что Гагаузия имеет право на самоопределение. В случае, если Молдова теряет статус независимого государства, должна быть все-таки и в Конституции Молдовы прописана, указана, и Гагаузия должна иметь полное право на это, во-первых. А во-вторых, все-таки, я считаю, что такой большой регион, важный регион, как наша Гагаузская автономия, она имеет право все-таки по финансированию, по всем законодательным актам быть чуть выше, чем уровень района, к которому мы фактически сейчас приравнены. Но статью закона об особо воровом статусе, о возможности самоопределения в Гагаузии никто не отменял. В этой связи не могу вам не задать вопрос. Сегодня есть угроза потери государственности Молдова? Нет, угрозы такой, конечно, нет о потере государственности, но я думаю, для того, чтобы на территории Гагаузии очень часто различные спекуляции именно этим фактом, потому что мы живем здесь, мы знаем, как люди относятся к этим проблемам. И я думаю, что если бы в Конституции Молдовы это было бы прописано, это сняло бы и поставило бы точки над многими спекуляциями, которые, к большому сожалению, иногда именно на этом фоне и происходят. Спасибо. Господин Терзи, вот на ваш взгляд, что не удалось четвертому созыву Народного собрания Гагаузии? Четвертый созыв тоже работал, можно сказать, но им не удалось, мне кажется, взаимопонимания, наверное, всех ветвей власти, чтобы вместе работали на укрепление статуса, то есть продолжать ту работу, которую проводила предыдущие созывы по укреплению статуса. Значит, я имею в виду в основном бюджетную сферу, вот 18-й пункт особого права статуса Гагаузии по сей день не работает. Там было сказано в 1994 году, когда принимался закон, чтобы взаимоотношения между бюджетом автономии и Центральным бюджетом республики Молдова формируются по фиксированным платежам. Значит, каждый год, когда начинается готовиться бюджет на предстоящий год, вот предыдущий год на текущий, значит, цифры доводятся, и Минфин, и Управление финансов Гагаузии вместе с профильными комиссиями Народного собрания вырабатывает ту сумму, не минимальную, ту сумму оптимальную, по которой должен, ну, в будущем будет жить автономный регион, автономия. Значит, мы сегодня являемся, ну, живем по остаточному, можно сказать, принципу. Значит, я вижу, что недоработка. Действительно, комиссии должны были работать. Вот мы надеялись, что четвертый созыв сделает подвижку. Я думаю, что вот эта работа останется пятым созывом. На ваш взгляд, чья вина в том, что вот то положение закона, которое вы озвучили, сегодня не работает? Виноват Кишинев или виноват Камрад? Я скажу, что вина, наверное, прежде всего от той стороны доминанта, ну, где располагается автономия. В принципе, не было опыта существования вот автономии в составе Республики Молдавы до нашего момента. Мы стали пионерами. Пока сегодня единственная автономия, признанная на территории Молдавии. И вот это вот 20 лет уже почти идет. Но вы же не можете отрицать, что закон предоставил право Гагаузии, а правом, получается, не воспользовались. Кто виноват в этом? Я скажу, что в первую очередь виноваты центральные органы власти, которые не привели в соответствии свои нормативные акты с особым правовым статусом Гагаузии. То, что было начертано 23 декабря 1994 года по оставляем парламента Молдовы. Месячный срок, все нормативные акты должны были быть приведены. По сей день, ну, этого нету. Я не знаю. Но вы были депутатом Народного собрания Гагаузии предыдущих созывов. Были попытки для того, чтобы создать комиссию и отработать этот вариант? Да. Создавались комиссии, но они, ну, в основном, как говорится, работали от выбора до выбора. Допустим, если меняется какая-то политическая сила в Кичневе, вот эти инициативы затухают. Появляется предвыборная ситуация, появляются другие политические силы, возобновляются. Вот в этой части, я думаю, что, опять же, привожу тот пример нашего второго созыва, когда удалось в 111 статью Конституции Республики Молдова записать, что есть такая автономика Гагаузии со своими институтами власти. То, чего до этого не было. Был просто этот закон, который даже органическим не является. Вот этот закон должен стать органическим, специальным законом, особо про его статус, чтобы не могли вносить изменения в одностороннем порядке в этот закон. А в предвыборных, простите, в предвыборных программах многих конкурентов на выборах, депутатов Народного Собрания из различных округов, есть пункт об укреплении статуса Гагаузии. Вот сегодня статусу Гагаузии есть угроза. Ну, статусу Гагаузии, я думаю, что всегда существует угроза. Можно сказать, что любая страна, если она не помогает этим молодым структурам автономии развиваться, в открытой постоянной, мы в роли просителей, получается. Получается так, что Республика Молдова взяла на себя очень большой груз ответственности в 1994 году, когда этот закон был принят по среднему Совету Европы. И тогда, если кто-то помнит, тогдашему президенту Снегуру был титул человек года, Европарламентом дала, ну, за решение Гагаузского вопроса, и Молдова была принята в состав Совета Европы. Промимо ответственности, которое взяло на себя руководство Молдовы при образовании Гагаузии, вы считаете, что гагаузский народ не взял на себя ответственность, воспользовавшись правом на самоопределение и на государственность? Вот это хороший вопрос, интересный. Мы сегодня видим, действительно, гагаузский народ тоже взял на себя большую ношу ответственности, она его достойно несет. Вот гагаузский народ вот сегодня даже, ну, я считаю, что время такое тревожное в Молдовии, вот шествие, вот унионисты, вот разные, ну, время пока, что кто прав, но гагаузский народ, народ Гагаузии, получается, что более такой толерантный, выступает за целостность Республики Молдова, той республики, которая предоставила им автономию по последствии европейских структур. Так, следуя вашей логике, что мешает гагаузскому народу или властям Гагаузии не выступать в роли просителя, я использую вашу терминологию? Вы сказали, что власти Гагаузии находятся в роли просителя. Получается, да. Что мешает-то не быть, если мы воспользовались права? Мешает зависимость от центра. Зависимость от центра. Но вот тот же пункт, если мы добьемся, вот сейчас, ну, за кулисную переговору ведут от федерализации Молдовы, не знаю, официального нету, если мы добьемся, что этот пункт был вне всем конституцией, чтобы успокоить народ Гагаузии в случае распада Молдовы, или же стать субъектом федерации. Ваше время вышло, спасибо. Господин Леич, вот у вас в программе тоже укрепление статуса Гагаузии. Вот все кандидаты предлагают укреплять статус Гагаузии. Вот из ваших уст услышать, что же угрожает сегодня тогда статусу Гагаузии? Само существование Гагаузии находится под угрозой. Не надо, как говорится, юлить подбирать какие-то слова, удобные для чьих-то ушей. Надо быть откровенным перед самим собой и перед нашим народом. Гагаузия как экономически, так и политически слаба. Ее голос нигде не слышен. В то же время, хотя в законе об особо правовом статусе Гагаузии, Гагаузии и прописано, что Гагаузия должна участвовать во всех сферах деятельности, жизнедеятельности страны. Это не происходит. Я уже не говорю о том, что Гагаузия вправе, опять же, в соответствии с требованиями закона, участвовать во внешнеполитической деятельности, в вопросах, касающихся ее интересов. Кто-то из моих оппонентов приведет один пример, когда Гагаузия была вовлечена в эту деятельность. Очевидно, что нет. Значит, это означает, что укрепление статуса Гагаузии, что мы должны прежде всего укрепиться экономически, мы прежде всего должны перестать тянуть одеяло друг с друга, стягивать вернее или на себя перетягивать его. Это означает, что мы должны прекратить вот это противостояние между исполнительной властью и народным собранием и другими ветвями власти, поскольку это и есть то самое условие, которое сводит на нет все наши усилия, направленные на главную задачу, которую любая власть ведет, ставит перед собой. Это улучшение жизни людей. А какие законы сегодня нужно принять для того, чтобы Гагаузия стала экономически самодостаточной, если в этом основная проблема, о угрозе статуса? Речь идет не только о принятии законов непосредственно народным собранием Гагаузии, но и то, что вот сказал господин Терзи по поводу 18-й статьи и ряд других нормативных актов, речь идет и о принятии законов непосредственно парламентом, касающихся условий для укрепления статуса Гагаузии. Народное собрание является единственным субъектом, которое правомощно инициировать принятие закона в парламенте. Ни Башкан, ни исполком, ни другие государственные структуры, только народное собрание. Три или четыре раза всю историю существования Гагаузии народное собрание воспользовалось этим правом, но вследствие некачества тех документов, которые были подготовлены парламентом, они даже не рассматривались, по сути дела. На ваш взгляд, что мешало властям Гагаузии сегодня использовать то право, которое есть в Гагаузии, или об этом во всяком случае говорить? А ведь Гагаузской автономии уже 17 лет. Много факторов. Возможно, это где-то отсутствие должного профессионализма и компетентности. Возможно, отсутствие позиции. Возможно, говорится, иные какие-то препятствия невидимые для нас, потому что у нас и марионеток тоже хватает во власти. И вы это все прекрасно понимаете. Не важно. Важно то, что не было сделано. И важно то, что мы говорим об этом. И важно то, что надо это сделать. И, кстати, это в интересах всей страны. Потому что укрепление статуса Гагаузии, это не означает противовес стране. Мы живем в одной стране, и укрепление статуса Гагаузии, это означает и укрепление позиций страны в целом. Все мы хотим, чтобы Молдова приобрела предыдущие свои номинания. Помните, в Советском Союзе, цветущая Молдавия. Вот, господин Ильич, на ваш взгляд, сегодня депутаты Народного собрания Гагаузии должны обладать депутатской неприкосновенностью? Вы знаете, я никогда не задумывался над этим, поскольку не считал это уж самым важным таким фактором, препятствующий депутатской деятельности, чтобы они выполняли поставленные перед ними избирателями задачи. Но вы согласитесь, что у многих избирателей сегодня бытует мнение, что большинство кандидатов в депутаты идут только для того, чтобы получить депутатскую неприкосновенность? Вот вы рассматриваете, если получите мандат, какую-нибудь инициативу, связанную, к примеру, с отзывом? Готов, готов сейчас и сразу, как говорится, отказаться от этой неприкосновенности. Я уже об этом много раз говорил, читал, слышал, но согласитесь, что лучше меня мало кто знает в Гагаузии, ситуации, связанные с неприкосновенностью, поскольку мы могли только инициировать вопросы снятия неприкосновенности. Мы обращались несколько раз, поскольку не было оснований для этого. Были случаи, когда отказывали нам снятие неприкосновенности, но были случаи, когда и соглашались с нашими доводами и снимали неприкосновенность депутатов. Но если это является препятствием, то, думаю, было бы правильно действительно отказаться от этой идеи, чтобы депутаты обладали неприкосновенностью. Хотя существует опасность другого свойства, что для слабых, как говорится, духом и позициями депутатов это будут дополнительные возможности из определенных структур повлиять на него. Вот здесь тоже опасность существует. Ваше время вышло в этом раунде. Госпожа Пач, у меня будет вопрос к вам. Как на территории Гогозии очень болезненно воспринимается процесс оптимизации школьных и дошкольных учреждений. На ваш взгляд, должна ли Гогозия пойти по собственному пути в этом вопросе или все-таки должна идти по пути, который предлагает правительство страны? Я считаю, как педагог, что оптимизация в том плане, в каком мы воспринимаем большинство, по крайней мере, населения, ассоциируется у нас с чем? Оптимизация – это закрытие учебных заведений. Это не совсем верно. И в последнее время, если вы знаете, больше используется термин модернизация. Модернизация – это именно то, что следует проводить в сфере образования в учебных заведениях. В больших, в маленьких, в разных учебных заведениях. Потому что модернизация системы образования, она необходима, она нужна. Качество образования, которое необходимо каждому учебному заведению дать своим выпускникам, оно дает возможность готовить успешного выпускника. Ваше время вышло, спасибо. Спасибо. Следующий раунд – вопрос-ответ. У каждого из вас будет возможность в течение 2 минут 30 секунд задать вопросы своим оппонентам. Но я хочу вам напомнить, что время ограничено в этом раунде. Поэтому вопросы как можно лаконичнее, ответы тоже лаконичнее для того, чтобы вы смогли задать друг другу вопросы. Согласно жребию, первая получает возможность задать вопрос своим оппонентам Бачу Диана, кандидата в депутаты Народного собрания Гагозия от Либеральной демократической партии Молдовы. У меня первый вопрос к господину Терзи. Я прочитала внимательно то, что написано в вашей программе. И здесь в программе деятельности вы предлагаете Народному собранию и исполнительным органам на местах утвердить программу по защите конституционных прав и государственных гарантий граждан на трудовую деятельность. Вот я конкретно хотела бы узнать, какие конкретно механизмы вы предлагаете для реализации такой нужной программы. Спасибо. Да, в конституционной есть право на труд, да. Я понимаю. Есть конституционные права каждого гражданина. Народное собрание должно разработать законы. Законы, в принципе, молодежной политики, в том числе и право на труд открывать предприятия, удерживать молодежь. Значит, путем стимулирования. Если человек, вот как раньше было, вот направляли на учебу и заказывали, допустим, ему место, чтобы возвращался диплом, ну, венную предприятие или структуру, значит, получается у нас сегодня другая ситуация. Мы отправляем за границу детей учиться, назад не принимаем их, они уходят навсегда. Мы должны принимать такие законы, чтобы стимулировать их возвращение через ипотеку, через кредитование, вот удерживать и открывать рабочие места. Да, вот народное собрание должно уделять тоже огромное внимание этому вопросу, чтобы удержать население здесь. Ваш вопрос оппонента, господин Ильич. Я хотела спросить вот о чем. Очень часто мы слышим, что, к сожалению, в судебной системе Молдовы есть какие-то проблемы, есть обращение граждан в европейские суды, есть огромное количество выигранных судов и компенсации, которые государство возвращает. Вот я хотела бы спросить, простой человек обращается, например, в судебную инстанцию и сталкивается с, ну, на его взгляд, дискриминацией или проявлением какого-то беззакония. Вот, что бы вы посоветовали, как человек в этой области компетентный, сделать человеку, куда ему дальше обращаться? Ну, как это парадоксально звучать, не будет обращаться в суд. Да, никуда от этого не денешься. Таковы правила, законодатель принял такие нормативные акты. К сожалению, органы прокуратуры, которые я представляю, значит, на сегодняшний день не обладают никакими полномочиями в этой сфере, абсолютно. И мы обращаемся также в суды со своими исками, как любой гражданин, любой адвокат. И мы являемся такой же стороной, как или участником процесса, как и любое иное лицо. А что касается европейского суда, вы знаете, там проблема, наверное, в большей степени, наверное, заключается в качестве правосудия, вот когда у нас прекратится своеобразное индивидуальное понимание закона, а не так, как в законе написано, то есть объективное. Вот тогда у нас и прекратятся вот эти обращения в суд. Когда во главу угла будут поставлены права и интересы конкретного гражданина, а не отдельных групп или личностей, тогда и прекратятся обращения в европейский суд и, соответственно, и пробыши. Это одна составляющая. Вторая составляющая, значит, совершенно справедливый и правильный закон был принят страной, что в каждом случае после принятия европейским судом... Господин Ильич, вы израсходуете свое время, не будет возможности задать вопрос оппонентам. У вас осталось уже 1 минута 17 секунд. Поэтому, или ваше право распорядиться временем, как хотите? Я завершу все-таки мысль, чтобы был принят достаточно правильный закон. Устанавливали, что в каждом случае проигрыша Молдовой в европейском суде проводится соответствующая проверка. И в зависимости от вины того лица судьи, который принял решение и послужил осуждением Молдовы, принимается решение о привлечении его к ответственности, в том числе к материальной. Судьи, непосредственно судьи. Да, вот он только совсем недавно был принят. Он уже есть. Как он уже есть, он принят уже есть. Об этом-то и речь идет. И я думаю, что в ближайшее время мы будем свидетелем, когда действительно эти должностные лица будут привлечены к ответственности. Спасибо. Господин Терзи, ваше право задать вопрос оппонентам. Давайте, Диана. Диана, у вас в программе, я смотрю, одним из первых главных вопросов ведет продолжение оппонента. Оптимизации народного образования, то, что чуть-чуть выше задели. Неужели это является главным пунктом вашей деятельности, вашей программе? Я уже говорила, что я вижу под понятием оптимизация. Да, для меня это очень важно. Я работаю в школе. Я каждодневно сталкиваюсь с теми материально-техническими проблемами, которые возникают в учебном заведении. И я вижу, что это требует переоснащения. Я могу говорить, мы начинаем вплоть от мебели школьной, которая много лет назад была установлена. И, к сожалению, мы не способны и не имеем финансовых возможностей сделать так, как требуют сейчас санитарно-гигиенические нормы современного времени. Мы говорим о том, что, например, с 2013 года мы переходим, все учебные заведения переходят на самостоятельное распоряжение финансами. Поверьте мне, там одной из самых больших проблем будет то, что мы не имеем, во-первых, энергосберегающих котельных. У нас окна, которые установлены когда-то, если они не заменены на пластиковые, это потеря тепла. У нас та, скажем, система... Я напоминаю вам о времени. У вас осталось 38 секунд. Я секундочку только отвечу. Та система, которая у нас есть, например, электричество, она не соответствует, опять же, современным требованиям. Мы в кабинете, если включаем одновременно несколько современных приборов, у нас перегорают пробки. То есть модернизация необходима. Я еще раз повторяю, без этого невозможно. Качественный выпускник, а качественный выпускник конкурентно способен не только на территории Молдовы, но и на территории всех других стран. Если мы будем сидеть на месте, и нас будет устраивать все то, что есть вокруг нас, мы не будем двигаться вперед. Спасибо, господин Терзи. Ваш вопрос к господину Лечу. У вас 46 секунд осталось в этом раунде. Георгиевич, процессы вашей трудовой деятельности до сегодняшнего дня, мы знаем, какую должность вы занимаете, занимает, что мешало исполнять до конца некоторые возбужденные уголовные дела, зная то, что на территории Гагаузии самая автономия не существует суда АТО Гагаузия. Есть суд Республики Молдова, три уровня, допустим, и то же самое прокуратура повертыгали, подчиняете. Были такие дела... Какие конкретные? Да, вот, допустим, уголовные дела, что не могли самостоятельно принимать решения. Вы имеете в виду, есть конкретные дела, которые... По экономическим. Какие экономические? Были возбуждены, допустим, на исполнительную власть, уголовные дела. На исполнительную власть дела не возбуждаются, возбуждаются на конкретных лиц, физических лиц, Симонов, Петров, Личу, Терзий и так далее. Ну давайте, нанесен уже 5 миллионов, 5,5 миллионов о чем? Приморечия Ларунга. Вы говорите об уголовном деле в отношении Фарумзала. Да, да, да. Но это не касается, как говорится, тематики. Но, тем не менее, я отвечу коротко. Да, было возбуждено дело. Дела направлены и не одно. Дело направлено в суд. Первая инстанция, Ханчешский суд признал виновным. Значит, и назначил соответствующее наказание в пределах, установленного уголовным кодексом. В последующем это решение было обжаловано в апелляционную инстанцию Кишинев, которая, несмотря на требования прокуроров, приняла... Ваше время, к сожалению, вышло в этом раунде. Да, спасибо. Госпожа Бачо, ваш вопрос к господину Терзи. У вас есть 11 секунд. Ну я, наверное, не успею за 11 секунд задать господину Терзи вопрос, поэтому... Ну вы имеете возможность, за 8 секунд можно многое сказать. Вы должны использовать свое время в этом раунде. Хорошо. По поводу здравоохранения, тогда хочу сказать, у господина Терзи есть тоже хорошие моменты, которые планируют по поводу здравоохранения. Я хотела бы спросить, каким образом можно закрепить ответственность медицинских учреждений? Каким образом можно закрепить ответственность? Да, конкретно каким. Можно закрепить принятие законов уже на территории Гагаузии, которые будут соответствовать Конституции Молдовы, будут работать под эгидой социального страхования, социального страха Молдова. Исходя из специфики Гагаузии. Что конкретно имеете в виду? Поборы, хамство. Очень много встречается. Хамство можно отрегулировать местным законам? Можно. Ну, как хамство? Я не говорю. Вы произнесли я всего лишь. Стимулировать. Да, да, да. То есть, тебе нужен закон стимулировать. Да, улучшать материальную базу. Много миллионов, допустим, остается от страховой медицины неосвоенной. Вот эти средства надо отправлять на улучшение их материальной базы, чтобы приблизить здравоохранение к простому жителю. Чтобы он почувствовал, что, обращаясь туда, будут иметь реальную помощь, и его деньги будут работать на его здоровье. Вот это я имею в виду. Да, спасибо. Следующий раунд предвыборная лотерея. Каждый из вас получил конверт, который перед программой запечатанный, который вы можете сейчас открыть. И у вас будет ровно одна минута на то, чтобы зачитать вопрос и ответить на него. И по результатам жребия первым право озвучить и ответить на вопрос получила госпожа Батчу, кандидата либеральной демократической партии Молдова. Назовите самую злободневную проблему в Гагаузии и пути ее решения. Я не могу сказать, что в Гагаузии есть одна какая-то огромная злободневная проблема. Я вижу, что в разных сферах проблем очень много. На мой взгляд, одно из самых острых и, может быть, той проблемы, которую, наверное, следует в первую очередь начать решать депутатам Народного собрания Гагаузии и Пятого Созова. Это проблемы социальной помощи для малоимущих слоев населения. Потому что, к большому сожалению, мы видим, что очень большая часть населения Гагаузии действительно нуждается в этой социальной помощи. Мы говорим здесь и о инвалидах, мы говорим здесь и о детях, сиротах, полусиротах. Мы говорим здесь о пенсионерах, мы говорим здесь о одиноких людях, которые, к сожалению, иногда не могут рассчитывать ни на чью больше помощь, кроме как на помощь своего государства. И я думаю, что в автономии должно быть этому уделено первое очередное значение. Конкретно какое? Конкретно это должна быть адресная помощь, не просто помощь всем. Все, спасибо. Господин Перези, ваш вопрос, ваш ответ. У меня вопрос такой длинненький. Камрадский государственный университет призван был стать научным оплотом Гагаузии. Есть мнение, что пока университет не достиг этой сверхзадачи. Есть ли законодательная поддержка развития университета для реализации такой задачи? Да, университет довольно-таки был тоже создан народным методом в 90-е годы. Он достиг кое-каких своих вершин и радует, что много студентов учатся и за границей тоже. Но я думаю, что есть какая-то законодательная база создана. Там исследовательский научный центр имени Марунеевича создан, работает. Но я думаю, что прежде всего надо будет направить все усилия на развитие, на поиски гагаузских национальных традиционных ремесел, происхождение именно то, что раньше были местные музеи. Раскопки может быть даже проводиться, разрешение республиканских служб. Надо вот именно на национальную перевести немножко научно-действительское... Все, спасибо, ваше время вышло. Господин Леич, независимый кандидат депутатного новособрания. Минута на... Да, гагаузия, уазис инвестиций. Такой был борт установлен при въезде в гагаузии. Насколько сегодня привлекательны законодательные условия для инвесторов? В целом они одинаковы, по сути дела, что для остальных регионов Молдовы, что и для гагаузии. У нас есть определенные нормативные акты, устанавливающие льготы для инвесторов, но механизм их внедрения в жизнь не отвечает сегодняшним требованиям. Вы сами видите, особых инвестиций в гагаузии нет. Но самое главное, чего у нас нет, это условия иного города общественно-политических условий. Деньги любят там, где стабильно, тишина, спокойно и порядок. Там, где беспорядок, там, где вот то, что у нас творится, деньги не появляются и инвестителей не будет, пока мы не наведем порядок в своем доме. Так уазис инвестиций стал в гагаузии или нет? Нет, конечно. Вы сами очевидцы, вопрос, по-моему, излишний был. А что помешало? То, о чем я и говорил. Отсутствие стабильности, отсутствие порядка. Инвестор не хочет вкладывать свои деньги в непредсказуемое нечто. А гагаузия становится непредсказуемым проектом. Спасибо. И последний раунд нашей программы – это обращение кандидатов к избирателям своего округа. У каждого из вас одна минута. Я вам напомню, что у вас есть право обратиться на одном из трех официально действующих на территории автономии языков. Итак, госпожа Бачу, ваша одна минута обращения к избирателям. Уважаемые избиратели, 9 сентября всем нам предстоит ответственный и серьезный шаг – выбрать новый состав Народного собрания Гагаузии. В ваших руках выбор будущего Гагаузии, ведь именно Народное собрание законодательно определит основные направления развития нашей автономии на ближайшие 4 года. Я знаю, до какой степени разочарования и недоверия доведены наши люди и как часто вами манипулируют. Но мы не можем отпускать руки и надо идти вперед. Доверьте свои беды и чаяния тем, кто умеет принимать решения и не боится отвечать за свои дела перед вами. Хочется видеть в Народном собрании команду молодых, энергичных, перспективных депутатов, которые являются настоящими патриотами своей Родины. Я призываю вас выбрать кандидата, который сможет отстаивать интересы избирателей, ответственно подходить к тем возложенным на него обязанностям и достойно представлять город Чедоргунгу в Народном собрании. И мы создадим органы власти, которые будут служить всем вам и Гагузи. Ваше время пришло к сожалению, господин Тельзи, кандидат в депутаты Народного собрания Гагузи от Социал-демократической партии Молдова. Одна минута для обращения к избирателям. Один из трех языков, ваше право. Уважаемые избиратели, я призываю вас поддержать мою кандидатуру только из-за того, что мы вот собирали подписи за таможенный союз, проведение. Вы знаете, что ЦИК отказала, письменного ответа еще нет. И этот вопрос можно завершить в Народном собрании путем установления экономической связи со многими регионами СНГ, в том числе с областями России, и вырабатывать дальнейшие программы по внедрению условий таможенного союза на территории Гагаузии. Я вижу, что Гагаузия должна явиться экономическим, политическим вектором развития Республики Молдова. Вот пользуясь моментом, я приглашаю завтра в один лицо горожан выйти на собрание граждан на центральной площади Чезар-Лунга, то, что я получил разрешение. И мы хотим обратиться, чтобы поблагодарить людей, которые поставили свои подписи и сказать, что их подписи не пропадут. Еще будут судебные издержки по поводу отказа ЦИКа. И призываю вас действительно отдать свои голоса. Время вышло. Господин Лейчо, независимый кандидат депутата Народного собрания Гагаузии. Одна минута для обращения к избирателю. Спасибо вам. Уважаемые избиратели, 9 сентября нам всем предстоит выбрать новый состав Народного собрания. Одним из тех, кто желает попасть в Народное собрание, стать депутатом, являюсь я. Вам предстоит сделать выбор. Кто вам нужен? Прежде чем сделать этот выбор, подумайте, соответствует ли тот кандидат, за кого вы отдадите свой голос, вашим ожиданиям, компетентен ли он, сможет ли он принимать те нормативные акты, которые потребны, нужны людям сейчас, которые будут реально защищать их права и интересы. Я убежден, что мой жизненный опыт, мои жизненные принципы, мой профессионализм позволят мне участвовать активно деятельности Народного собрания и ваши ожидания будут оправданы. 9 сентября я вас всех жду на избирательных участках. Спасибо вам. У вас 8 секунд, вы можете использовать их, имеете право также отказаться от них. Да нет вопросов. Спасибо. Я напомню вам, что вы смотрели предвыборные дебаты, приуроченные к выборам депутатов Народного собрания Гагузии, которые пройдут 9 сентября 2012 года. И сегодня дебаты были организованы для кандидатов в депутаты от округа номер 6 города Чадерлунга. В студии присутствовали и участвовали в дебатах независимый кандидат депутата Народного собрания Гагузии Ильичу Георгий, Бачу Диана, кандидат депутата Народного собрания Гагузии от Либеральной демократической партии Молдовы и Терзи Федор, кандидат депутата Народного собрания Гагузии от Социал-демократической партии Молдова. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь с нами на канале ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова